Сюда и мед надо добавлять, горох, манка. Раскрывает секрет приманки. Она годами гарантирует ему улов. Александр – заядлый рыбак, но применить свои навыки в деле удается нечасто. На первый взгляд, для того, чтобы ловить рыбу, не нужно прилагать особых физических усилий. Но людям с ограниченными возможностями для того, чтобы подступиться к воде, нужны особые приспособления. Их нет ни на одном пляже в Саратове. Монахов пруд – единственное место, куда можно доехать на колясках. Хорошо, что вот здесь природа, но здесь уже подумали, сделали пантус. Потому что просто по песку не подняться. А здесь очень удобно, дорожка вымощенная. Не так ведь сложно оборудовать для колясочников пару сотен метров. И это место почти оазис для тех, кто почти не бывает на природе. Благодаря руководителям базы площадка для отдыха и рыбалка бесплатна. Такой отдых с друзьями для них – редкость. На пляж я не езжу, потому что доехать туда на коляске невозможно. Туда ходит только пароходик, на пароходик не зайдешь. С моста не спустишься. Да вот, она ешь, куда она дальше не идет. Она нетранспортабельная, большая, сами видите, никуда не умещается, ни в одну машину. Вот в «Газель» не залезем, в автобус не залезем. Чтобы Гулье добраться до пляжа с сыном, нужно нести его на руках. У 10-летнего Данилы ДЦП. И выбраться из дома всем составом могут только на машине. Затон – ближайший пляж к их дому. Но чтобы дойти до воды, нужно преодолеть путь по горячему песку. Специальных дорожек или оборудованных для инвалидов раздевалок здесь нет. Без посторонней помощи матерь двоих детей не справится. На пляж приедешь, даже если на коляске до воды не дойдешь. Надо их где-то или оставлять. Фандусов нет, поручней нет, за что держаться. Это место в Усть-Курдюме – одно из немногих, куда Константин может приехать, чтобы искупаться. Галичник позволяет подступиться к воде. А такой пляж искали с друзьями специально. Для этого объездили на машине почти всю область. Несколько лет, кроме бассейна, ничего не получалось, потому что должен был еще почувствовать свои силы в новом теле. Не отказался от Волги даже после несчастного случая на пляже, после которого и оказался в кресле. Тогда нырнул неудачно. Теперь, говорит, вода – его единственная стихия. Почувствуй себя живым. Почувствуй себя живым. Когда я был на ногах, я ловил всегда с лодки. Причем ловлю я рыбу или не ловлю, мне все равно. Мне просто состояние души. Река, удочка. Редкий выезд на отдых удался. Улов небольшой, зато впечатлений на год вперед. Ведь вместе они преодолели очередной барьер в условиях, не приспособленные для колес окружающей среды. Ксения Кубина, Антон Романов и Вячеслав Соленков. ТВ-центр. Саратов.